I have a way of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Ладушки. Мы в полной тишине. Не то слово, которое вы хотели услышать. Так, у нас тут голод подкрадывается. Давайте похаваем что-нибудь. У нас тут есть пирожочек, например. Нам больше не надо кормить толпой из четырех человек. Сказал бы я, что это хорошо, но нет. У меня из хилок остался один голубой флакончик. Что тоже отвратительно. Давайте я, наверное... Сейчас, секундочку. Накочу вот этого разок, чтобы у меня хотя бы менталка была, чтобы я мог магией пользоваться. Без понятий, куда все делись. Но, в принципе, мы это с вами ожидали. Нам сказали ночь... Ну, типа вечер третьего дня. Пойдемте, пошастаем, посмотрим. Я за это время, пока был перерыв между сериями, я немножечко проанализировал, что я хочу, как я хочу и вообще, что тут будет происходить, зачем мне все это нужно. Ну, кстати, тут я не могу ничего сделать. Пойдемте, наверное... Я даже не знаю, куда сейчас идти, кстати. Ну, пойдемте попробуем в лес еще раз сходить. Хотя у меня такое подозрение, что надо бы сходить, наверное, к башне. Хотя, черт его. Я вижу... Уже более-менее плюс-минус. Я вижу, где я накосячил в этом прохождении. Я вижу свои ошибки. Я вижу... Ой, блин, а с мышью я поговорить не смогу, кстати. А, сейчас было бы еще не заблудиться. Классно. А где эта лестница? Подумать-то я подумал, конечно. А вот лестницу найти не факт. Ладно. Просто интересно сейчас посмотреть, что творится с городом. И где все остальные. И как все это будет происходить вообще. Здрасте. Забор покрасьте. Ну, ладно. Пойдем. То, что все остальные свалили, я так понимаю, это как результат того, что фестиваль потихонечку подходит к концу. Это я могу понять. Это, в принципе, логично. Лестница, наверное, кстати, вот здесь будет. Что меня сейчас ожидает? Вот что мне интересно. Да, лестница тут. Так. Так, так, так. Сиджил Грагорота. Здесь нужно было... Вот здесь вот нужно было бы, кстати, рисовать символ Сильвян. Насколько я понимаю, тут вот эта вот шестиугольная звезда. Мне кажется, здесь символ Сильвян прижился бы. У меня возросла бы привязанность к Сильвян. Я смог бы выучить... Я не помню, на втором или на третьем уровне можно учить шепот. Ну, по крайней мере, у меня был бы этот самый второй уровень. Пока что у меня он только первый уровень привязанности. Вот. Хожу, у меня с собой целая пачка голов нереализованная. Что надо было сделать? Я протупил. Ну, опять же же говорю, я более-менее понял все свои ошибки, которые происходят. Честно, я бы такой, чтобы вот эту вот серию сегодня сделать последней. Я не знаю пока что. Вот прошло сколько? Три минуты серии. Я без понятия, что сегодня случится в этой серии. Как все будет происходить. Вот этого всего я не знаю. Не хочу даже предсказывать. Пусть это будет неожиданностью для всех нас. Для меня в том числе. А, да. Погоди, а я им пытался голову отрезать? Нельзя. Использовать некромантию. Нельзя его призвать. Ну, я бы, кстати, себе призвал бы сейчас гуляшей на самом деле. Тут где-то яма эта сраная. Или не тут? Или я что-то путаю? Ладно. Если что, загрузка недалеко. Да, получается, если я остался один, мне бы сейчас попризывать кого-нибудь. Но вот это все я призвать не могу. Я могу призвать только самых обычных бомжей, да? Получается. Хотя, да. Вот это вот, вот это вот, честно. Вот это чертовски жалко. Меня эта лягушка сейчас напугала чуть ли не до инфаркта. Я только что просто такой руки убрал. И тут что-то резко забегаю в кадр. Я такой, нет. Да, спасибо, кстати, что сказали мне про скилл, за счет которого я могу с ними всеми разговаривать. С этими тварьками большими и маленькими. Ну, короче, ладно. На самом деле это интересно. Я не знаю, насколько это продуктивно, насколько это мне может помочь. Ну, как факт, это интересно. А безголовую я поднять тоже не могу, да? Ясно, понятно. А я могу разжечь? У меня только угли остались. Угли или даже угли. Угли. Что-то мне вспомнилось Night in the Woods. Угри. Подумай только про это. Угри. Не знаю, кто играл в Night in the Woods. Ребят, кстати, скажите, как вам? Интересно? Нет? На самом деле была парочка моментов, которые мне в этой игре не понравились. Но сама игра довольно прикольная. Так. И про что я... Почему я говорил, что я хочу сегодняшнее прохождение... На этой серии закончить это прохождение тем или иным образом. Я уже не знаю, получится мне выйти на какую-то концовку или нет. Во-первых, я понимаю, что, скорее всего, это прохождение уже... Ой, погоди, я записку. Нельзя взять. Уже не спасти. Потому что, исходя из той информации, которую я уже знаю про игру, я слишком много накосячил. Кстати, сочувствую тем, кто смотрел меня и все-таки проламывали себе лицо фейспалмами. Такие, нет, что ты делаешь? Ну, чуваки, я играю в первый раз. Я играю в первый раз. Уже сыграв один раз, я вижу, что здесь и как можно было сделать лучше. Каким божествам поклоняться. Погоди, нет, я им все-таки отпиливал голову, да? Да, я им все-таки... Угу, я понял. Я вижу, как прокачивать навыки. Я вижу уже многие вещи. Насчет, кстати, персонажа, я не уверен. Мне советовали брать вот этого желтого мага. Да, у него предыстория очень интересная. Но каких-то других огромных плюсов я пока во всем этом не наш... О, здравствуйте. Ой, как я тебя не заметил. Тут грибочки, еще грибочки. И яма, в которую можно легко провалиться. Сколько таких ям все-таки, я думаю, что... Ну, я как минимум видел две. Ну, их тут запросто может быть и... А что за пение? Ага, там не пройти. Это печально. Здрасте. А вас тут не было в прошлый раз? Человек в маске поет для луны. Ее белые глаза сосредоточены на луне и ни на чем, кроме луны. Это чудесная песня. Он не реагирует. Просто поет. Извините. Ну, я попробую все варианты, хотя... А что с тобой не так? Ясно. Ну, в принципе, я подозревал, что все-таки будет, что она не среагирует на нас. Но надо было протыкать на всякий случай. Но ее тут явно в прошлый раз не было, когда мы были днем. Я еще только подумал, место явно знаковое. Блин, я сейчас глаза себе просто сломаю, выискиваю эти ямы. Вон вижу яму внизу. Тут просто до задницы этих ловушек, этого всего. К тому же из-за деревьев, ну, ввиду специфики графики, из-за деревьев, фиг поймешь, куда идти, как это все. Есть там проход, нету прохода. Опять же, те места, которые я говорю... Это дупльгенгер, погоди. Синяя травка. Синюю травку надо сразу же смешать. Крафт. Пусть у меня будет одна хилка еще. А крафт-армор? Скрэп-метал, который... У меня нету скрэп-метал, серьезно? Он весь... А куда ты убежала, извини? И зачем? Это у нас двойничок Оливии, который тут бегает счастливый такой. Мы в прошлый раз, когда были тут с Оливией, она не появилась. Ну, я так понимаю, по понятным причинам. Хотя... Она бегает по кругу. Давайте мы ее тут встретим сейчас, попробуем... Ну, или напасть, или поговорить, или что-то такое. Что ты здесь делаешь? Меня наскучило внутри. Да-да-да-да-да. Я ботаник, как ты видишь. Минуточку, она к нам в тиму подсоединится или нет? У меня есть... Условие, как теперь, когда я могу двигаться. Было бы интересно посмотреть, что тут происходит. Да, она... Надо попробовать ее атаковать. Дурная идея, я знаю. А, что ты делаешь? А, вот здесь явно видно, что она двойник. Ты хочешь, чтобы я тебе глаз... А вы царапала? Зачем тебе это делать? Не важно. Атаковать? Блин, руки по отдельности атаковать. Ну, ладно. Офигеть, а она сильная. Она сильная. Фу, что ты? В смысле? Она меня сейчас убьет вторым ударом, да? Яд очень сильный. Так, айтем. Давайте смесь на себя. Сейчас ревнемся. Теканем ей вторую руку и попробуем вылечиться. Зачем ты это делаешь? Так, айтем. Уайт вайл на себя. Кровотечение и заражение крови потом. Фига себе, она мне с пятки в лицо. Двумя ногами? Ты офигела там, что ли? Так, айтем. Если я это переживу... О-о-о-о-о. Она меня ногами избивает. Чем ты третий раз ударила? Чем ты третий раз ударила? Офигенно просто. Так, мне нужно перевязаться. И мне нужно зеленую травку. Чтобы я копыта не склеил. И то я остался без хилок полностью. Алхимелия. Смесь трав. Так это я все знаю, к сожалению. Так, ладно. Отпиливаем ей голову. Еще один файт, даже небольшой, я могу уже и не пережить запросто. Интересно, чем это все может закончиться. Ну, то есть были бы мы вчетвером. Да, мы бы легко с ней справились. Но когда мы были вчетвером, она не появилась. И не хотелось с нами тогда связываться. Блин, я нашел эту травку, так обрадовался. Я опять остался без хилок. Ну, магазин сейчас, скорее всего, во-первых, не будет. Во-вторых, он находится до черта далеко. Сейчас любая хренатинь, которая на меня выскочит. А может меня просто убить. Тут я уже все обыскивал. Тут вряд ли что-то будет. Печаль. Также, да, ребят, извините. Я не совсем тщательно успел почитать комментарии к предыдущему видео. Возможно, вы мне что-то говорили про приют. Потому что я интересовался, как туда зайти. Я не читал. Не хотел прям... Спойлеры. Спойлеры. Но мне интересно, как туда попасть. И я не помню, говорили вы мне про это или нет. Так, а туда зайти? А туда зайти можно через здесь. Да ладно, туда нельзя... А как туда? А, с той стороны, возможно, туда можно попасть. Ладно. Да, я просто увидел две мусорки не лутанные, думаю. Нам, видимо, придется сходить. Посмотрим. Если эта штука на меня не выйдет, было бы здорово. А тут нет прохода дальше? А, погодите. Здесь, возможно, и не будет прохода дальше. Возможно, это просто местечко с лутом. Да, 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 да. Окей, поехали. Просто, чтобы попасть сюда, мне нужен ключ. Это мой сейчас... У-у-у-у, мина. Думаю, что сейчас пройду. Нет. Погоди, я бомжей без головы вообще не могу. Да. Да. А головы отпилены у всех. Потому что я за этим тщательно следил, чтобы отпилить у всех. Мне нужно было, наверное, ей сейчас... Ее попробовать поднять. Черт, я протупил. Я забыл, что у меня есть вот эта вот некромантия и... А я убивал этого чела тут или нет? Я забыл. Я, по-моему, тут, кстати, всех убивал. Хотя, если она сейчас за мной погонится. Да, он мертв. Наступаем на собственные же грабли, как говорится, да? Всях убью, а дым останусь. А что у нас по колоду еще нормально? Мозг можно было бы вправить немножечко. Давайте тогда в обратную сторону. Там кто-то стрелял. Там кто-то стрелял. Опять? Меня кто-то видит? По мне кто-то... Я не вижу, кто бы это мог быть. Ай, елки! Меня убили. Ладно. Поехали еще раз. Только не связываемся с ней, пока на паузе дойду туда. Я на этот раз пошел в другую сторону. Дать морковку. Погладить. Помню, когда я проходил демку, кто-то когда-то мне писал такую вещь, что вроде как этого козла можно получить в напарнике. И, в общем, с этим козлом очень какие-то неясные делишки. Но пока что в этот раз мы с ним ничего не делали. Как бы плохо это не прозвучало сейчас. Что вы сделали с козлом? Нет, мы с ним ничего не делали. Пойдем попробуем походить по городу. Посмотреть, что он вообще... Ну, там появился какой-то стрелок. Фиг его. Без понятия, откуда он взялся. Я вроде там все зачищал. Причем чувак выстрелил в меня на 28 и убил. Ну, то есть у меня было 28 жизней, и он меня просто убил. Нет, спасибо. Мне не надо в туалет. Я уже обосрался. Ладно. Вот здесь я рисовал с сильвенами, и не получилось ничего. В общем, все из-за того, что я неправильно растолковываю вот эти вот знаки. Так, погоди, а тут что-то было... То есть на разных кругах, там же разные эти символы, и по-разному можно привязанность к тем или иным богам растолковывать и делать, поэтому... На самом деле сейчас жутенько стало ходить, как минимум... О, погоди, а ты с головой? Афиг ли ты с головой? Иди сюда. В смысле? Ладно, отпили голову. Погоди, виллайджер? Нет, ну виллайджер можно было под... В последний день вообще нельзя поднять гуляша никакого. Да, нет, это не место с винтовкой на стене, это другое, оно похоже. Кстати, в шкафу ничего... За окном, кстати, светло до сих пор. Возможно, что... Запертый briefcase. Так у меня же есть взлом. Алло. Вот я сверху вышел. Вроде ничего не поменялось. Кстати, а насчет жертвоприношения... Я сюда не могу, ничего, ладно. Там же у нас, по идее, до сих пор мидбой ходит. Я же не вернулся во второй раз его убить, я просто один раз с ним сразился. После этого такое, все. Ладно, дело в другом. Магаз у нас еще существует или нет? Да ладно. У меня 29 шиллингов. Я могу купить себе 2 хилочки. И я могу себе... Так, на девятку я могу купить себе... Соса... Соса... И сушеного мяса. Я не знаю, зачем я купил мелок. Во-первых, они у меня, скорее всего, есть. А во-вторых, где я собрался находить новые круги, но это уже другое дело. Чисто на секундочку проверить, что там по мидбою. Там он или нет, могу я сдать голову или нет. Загружаться на день я уже не буду там, где у меня фулл-пати. По нескольким... Погодите, а это... Стой, 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 стой. Вот этот ящичек не лутанный, там к нему, наверное, подойти как-то можно. По нескольким причинам. Во-первых, я уже говорил, что я хочу сделать эту серию уже последней. А во-вторых... Да, спускаемся. Это тут? Оно тут. Иди к черту. Дядя, не надо. Мне тут и так фигово, еще ты бегаешь. В общем, когда у меня была фулл-пати, нужно было прийти и сбросить головы. Тогда я сейчас смог бы что-то еще прокачать. Не то, чтобы у меня прям много полезных навыков сейчас пооткрывалось. Но у меня, по крайней мере, были бы души для прокачки. Пойдем в город посмотрим, что творится. Попробуем наверх немножко сходить. Так, вы, ребятки, тут отдыхаете. Наелись и спят. Через куда я могу пойти? Я могу пойти вот в эту сторону. Ну, типа, да. Обойти и потом налево. Почему налево? Потому что я убил злую толпу. Я вроде там место немножко подзачистил. Попробую посмотреть, что там творится с проходом к... Ну, наверх, там где священники. Я, кстати, до сих пор не знаю, как проходить этих сраных священников. Потому что, ну, это просто какой-то бред. Их нужно или очень быстро выносить, чего не получается. Как-то почему-то. Ну, я знаю почему, потому что я много чего криво сделал. Твою за ногу! А можно не надо? Ага. Ага. И как? И чё, я же теперь туда могу только через канализацию попасть. В канализации тоже жопа там не зачищена, ничего. Да и эту тварь я не убью. Наверное. Да, у меня есть пара хилок, но это штрата ходов и всякое такое. И убежать я от него не смогу. Ага, сразу в бой. Так. Не грусти по жужжи. Так, бигкипер, погоди. И не желаю тебе зла. Ага. Ага. Скилл. Так. Что я могу сделать? Феромоны. Микс-топонин. Диверти оттенчин до тарджет. Не уверен, что оно мне надо. Давайте ран, но я не с той стороны нахожусь. Вот в чём прикол. Ага. Я могу попробовать убежать, но только в другую сторону. Давайте кое-что сделаем. Сейчас, погоди. На себя. Не может сбежать. Отлично. Чпуньк. И отравил. И отлично. И... Сколько ты мне ядом снял? Так. Не-не-не-не-не. Скилл. Погоди. Ревап. Скилл. Давай Хердинг, наверное. 138. Чпук. Промазал. Следующий чпок меня убьёт, если что. Айтем. Блин, я не сделал себе лайт Блувайл. У меня остались только Блувайл. Значит... Ревап. Скилл. Ещё один Хердинг. Сколько у тебя... Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Убил. Убито. Надо было... Я даже не знаю, что надо было теперь. Надо было проскакивать, когда он... Это... Ладно. Так, ладно, ребят. Ну, вроде опять здесь. Я попробую проскочить. Это вроде как-то что-то получилось. Тут раньше на меня толпа налетала. Я не знаю, эта тварь идёт за мной, не идёт. Я не хочу это сильно проверять. А вон, выполз из канализации. Да, да, да. Здесь точно. Здесь есть проход наверх. Хорошо. Так. У нас тут священники. Нет, их тут два. Так сказать, то ли один, то ли два. Их тут точно два. Их тут точно два. Нам придётся как-то их избегать. Теперь, когда есть бег, это хоть как-то реально. Сейчас, например, вот меня бег выручил. Иди сюда. The end is near. До свидания. До свидания. Поехали наверх. Я, по-моему, сюда... Да, я сюда ходил только один раз. Вот. Так, не, знаете, погодите. Я... Ну, его нафиг. Я сделаю ещё одну голубую зельку, потому что... Мне нет смысла с ними лечиться. Тут где-то ещё... Да, 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 да. Вот он. Здрасте. Здравствуй, жопа, Новый год. Так. Игнорировать. До свидания. До свидания. Отстань от меня. С своими ненужными фразочками. Может, конечно, ненужными, но... Я ж вроде... Да, я тут был. Я не помню, что тут, но я тут был. Так, полки полны. Полнополки. Полки, полнополки. Вообще, когда привыкаешь ходить спать, и когда более-менее понимаешь, что можешь затащить кого угодно, даже вот того ворона местного мы затащили... Так, зачем мне столько алкашки? Ну, в принципе, мне просто хватало. Я бы... Возьми синюю травку, тварь! Я второй раз уже на это покупаюсь, да? 10 шиллингов. Отлично. Это еще одна хилочка, если я вдруг когда-нибудь окажусь возле торговца. Что, сомнительно? Ну, ладно. Ну, могу, конечно, оказаться возле торговца, по-моему, после загрузки, если что. Нет, ну, встань. Блин, мне так нужна эта синяя травка сейчас. Хорошо. Можем... Ох ты ж! Зеленая, так, труба. Монетка у меня, кстати, не осталась. Маленький амулет, да? Нет! Можно, пожалуйста, сбежать? 15 шиллингов. Пап... Ран, пожалуйста. Она отвлеклась. Хорошо. Я потратил, кстати, 15 шиллингов на то, чтобы она... Нет, она меня зажала. Я хотел посмотреть, что там. Но даже если я сейчас сбегу, она меня зажала. Не важно. Так, атаковать... Погоди. Скилл сейчас не могу использовать. Ну, относительно не могу, конечно. Ну, давай, попробуем. Я помню, что у него там дэмэдж прям офигенный. Угу. Это при том, это при том, что я уже в неплохой броне, относительно. Так. Хертин, пожалуйста. Вот эту фигню. Так сдохни, будь... Пожалуйста. Ну... Ага, сейчас два раза. На тебе по репе. Меня это сейчас убьет. Да, понятно. М-м-м... Ну и как, ну и что. Ладно. Наконец-то, в последний день я нашел, где открывается эта калитка. Тут есть просто шорткат такой, через который можно пройти. Тут можно полутаться. Я нашел синюю травку, тут какой-то, не помню, что тут было. Короче, вот тут эта дверка находится. Если убегать от человека, то можно прийти вот в это вот место, вот где выход из канализации, пойти вниз. И там будет этот шорткат. М-м-м... Да. Наверное, полезно это знать. Хе-хе-хе. Как минимум до следующего прохождения. Ай, какой бред. Ладно. Чего мы будем с этими хренами летучими делать? Ну, то есть, допустим, от священника я убегу. Иди сюда. Ну, опять же, я же говорю, вот весь бред заключается в том, что чуть что, и просто улетаешь на загрузку. И улетаешь на загрузку далеко и надолго, и приходится заново облутываться, заново все делать, заново, заново. Это честно, честно, ребят, надоело. Я не знаю, сколько раз я уже загружался, лутался, что-то тут про это. Но это уже достает, потому что я понимаю, что ко второму, к третьему прохождению ты всего этого избежишь, потому что... Иди отсюда. Потому что ты уже будешь знать заранее, как и что. Но извините, пожалуйста, почему я в игре должен рассчитывать на второе и третье прохождение для того, чтобы ее пройти? Мне хотелось бы как бы поиграть, что ли, с первого раза. Я понимаю, что это много хочу, это не та игра, в которую можно взять и поиграть. Так, хорошо. Эта дверь тоже закрыта, это, так понимаю, к башне. Дверь к приюту тоже закрыта. Эти два ключа, я без понятия, где их взять, у кого их взять. И вообще, что мне сейчас нужно? Вот самое интересное, это конец третьего дня. Чувак, шел бы ты лесом. Вот серьезно тебе говорю. Сейчас вот эти хреновины опустятся, я не пойду лутать наверх, я попробую пробежать. Вот сюда можно зайти, зайди. Вот, здесь я не был. Здесь какие-то звуки интересные. Ну это же травка. Да, спасибо. Убери свои лапы от моего растения. Да? Ну-ка Как тебя зовут? Оса Иди нахрен, Оса К черту представление Что тебе тут нужно? 4 шиллинга, все что у тебя есть Так у тебя амулеты продаются Окаменевшее сердце Талисман, кольца Блин А тут прям неплохо А тут прям неплохо Убери руки от моего растения Мелочек 4 шиллинга, я у тебя стырю Ха-ха-ха-ха Да 3 спички, зеленая травка Она же на меня нападет после этого Да? Тут не зря такой тонкий коридорчик Ну, в принципе, я бы на него Ха-ха-ха Я уловился в его магазин У меня, кстати, четкое ощущение, что Вот это место как-то связано с вступительной сценой Не знаю почему, но Чертовски похоже 5 шиллингов Маленький ключ, который, в общем-то, нафиг не нужен Здравствуй, моя неудача Алхимическая печь Тут недавно что-то варили Какая-то старая экзотическая приправа Потрогать Потрогать, все потрогать, чувак Все уже можно трогать, все Ты же потер лампу Она теперь отполирует Звучит так, как будто внутри лампы что-то есть Попробовать потрясти лампу Соулстоун неплохо выкатил Не-не-не-не-не-не-не Нет Просто нет Ты же не ходил наверх, не правда ли? Ну, там есть вещи, которым следует быть забытыми Если ты будешь трогать то, что тебе не нужно трогать Это нехорошо для тебя закончится До свидания Блин Тут какие-то самогоны эти Сколько у меня денег? Ладно, пофиг У него все дорого У него все дорого На самом деле офигенно Надо магазин с самолетами Утиная лента да вот это место окей я понял по крайней мере как сюда попасть у а тут интересно это место полностью не исследовано вот он новый контентик куда можно сходить 9 метровые пули героин вот на секунд вот и что видели там это херня еле заметил 5 лс от случае не кладбище наверху да какой нафиг бобби чёрт с тобой если все сработает да-да-да-да-да-да-да ты нарушил ты должен оставаться вот убеждать убеждать вот так and just and just and just по голове пожалуйста пробей с первого раза не промахнись фух с этими можно справиться и в одиночку так заплесневелый бред давайте отпиливаем ему голову бобби с хэд трубка грязная туалетка 5 шиллингов офигенно просто лут мечты а чё это за тупик и зачем мне сюда ну хорошо допустим откуда ты тут взялся бобби я пройти не могу тут у нас этот ходит в мудилище а школа для для одаренных где доктор xavier ты картина старого угрюмого человека морщины угрожающие глаза голос мага нам говорит что за уродливая шлюха так называемые маги в этом возрасте не должны выглядеть какая-то так ладно как комменты не не никакой форс опен вы чё этот звук не очень не понравился так синяя травка синяя зелька маленький ключик а маленьким ключиком нельзя открывать большие двери да что мне как-то что-то мне прям неуютно тут как так давайте смесь сделаем и и light blue wild хорошо хилки мы немножечко раздобыли ну серьезно вся вот эта школа вот эти деревянные полы все это дает вайп вступления помните где мы с хранителем каким-то там бились а у меня нет счастливых монет его вон вижу эту лотку на полу которая может провалиться вон еще дырка вот это вот тук 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 это значит на меня уже кто-то замахивается на вон тень вижу ага сказ сказ о пакеткете вторая часть там тупики мне туда не надо он там ходил 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 и решил испариться так оставить в покое тут прям жутко прям жутко вот эта музыка еще больше нагнетает жути причем музыка она какая-то не не злая она какая-то больше печальная что ли я бы на самом деле не удивился если бы услышал такую музыку где-нибудь в кораже трусливом псы знаете там ну вот кто видел мульти понимают в принципе он очень такой ты кто такой это по моему первый монстр которого здесь увидел до этого ходили всякие тени тени это конечно да но но нет а монстр это прям монстр винушка чаптеров винушка я понимаю что все это надо читать все это зачем я сюда один поперся ну потому что интересно потому что интересно в деле надо вышивать или найти какой-то универсальный ключ и его искать и без понятия смотрите в общем каким выводом я пришел сюда нужно было прийти гораздо раньше с full party все это зачистить все это хорошенько посмотреть лута тут хватило бы на full party но тень я не желаю тебе вреда фигурка только смеется сбежать мне ну нафиг не надо сейчас подожду пока этот ребенок пройдет если это то ну не надо пожалуйста до свидания этот бой мне был предпочтительней чем стену хотя я не знаю просто на что способна тень но эта штука явно мне кажется более белый безобидная чем тень зельки не ходи за мной мне туда надо попасть ну ладно пока что выходим потому что а тут карта нет карты не работают школа она же приют она же интернат скрывает себе тоже какие-то явно тайны и куда мне сейчас тут есть указатели темпл дистрикт чарчэль мэр шоппинг дистрикт бизнес дистрикт до свидания наша встреча была ошибкой сюда я уже ходил да тут не делать нечего по моему да тут погоди blue wild можно отдохнуть поспать это соседний подъезд погодите погодите вот это что выглядит интересным на минуточку ну через здесь я прошел да да все я понял пойдем сюда это выглядит как дом с карасиной о вы видите что там в той комнате и за ногу ну почему ну почему ну я ж не сбегу от него ныну минут бам ха хам хх хаха бам . к клиент Попробуем его бить, надо было зареваться ну ладно, бам Ладно, так, обыскать, как раз фрагмент, который мне надо, я тебе же не смогу поднять уже, да? Да, конечно, soul crafted, ага, отпиливай голову, не знаю, с чем я сейчас отпиливаю Кстати, кроме того места, где сейчас находится мидбой, где можно еще принести эти приношения? Интересно, кстати, уф, хилый, так, теперь light blue wild на 123, почти что full, отлично И давайте, наверное, какой-нибудь алкашки навернем, у нас все равно море, жевать не переживать, скоро он проголодается, кстати Не надо бы этого допускать Там вот тут гнездо С которым я не хочу сталкиваться Что, пойдем еще на третий этаж глянем, да? В самом деле Ну, мало же нам было проблем на нашу голову Окей Оно-то вроде стоило Байонетто Первая или вторая Взял, нашел ведьму Так, погоди Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чё-нибудь грибную рогу на держи дружище то заслужил какая-то фигня на стенах гнилое мясо в чемоданчике зажгу свечку ага портрет молодого парня это опять же подношение я помню чем-то заканчивается может их надо было насобирать я хочу кое-что попробовать отдохнуть то все эти люди которые от меня сбежали они до сих пор живы сохранится просто на новый слайд погоди уйти на хекс они пока что нечем торговать ты чувствуешь себя ужасно твое тело жжет как никогда раньше и просто разорвет сейчас что-то двигается внутри а он тоже превратится в монстра что двигаться внутри тебя что-то пытается вырваться из твоей пустой оболочки твое тело на разрывает вот один из возможных финалов то я так понимаю да когда мы превращаемся в монстра я пожалуй хотел это сделать чувствовать не хочу белый экран хочу вот этот экран потому что мы будем заканчивать серию смотреть в чем прикол как я уже говорил в начале я понимаю сейчас уже посмотрев на все это глядя на все это я уже знаю многие механики игры я уже понимаю что и как происходит я не скажу что от этого что стало легче мне кажется что игра если сказать неоправданно тяжелая нет она она на своего определенного зрителя она на своего определенного игрока я не скажу что я разочаровался в этой игре не скажу что она какая-то плохая ли что такое нет не игра все равно нравится то что я могу сказать точно что она сложнее чем первое явно сложнее потому что поняв первую ты в принципе раскусываешь какие проходить но здесь у тебя есть ограничивающий фактор в сейвах то есть не можешь их делать относительно сколько угодно потому что в первой части ты зачищаешь локацию ты ограничен только ресурсами которые у тебя есть там едой алкоголем и всякое такое то есть ты будешь тратить время на то чтобы добежать до кровати поспать или нет здесь же сейвы очень сильно ограничены за всю игру я по моему использовал одну книгу просветления я пару раз использовал фигурки вылезшие из-под земли и все все остальное время мне приходилось сейвиться и это огромнейшая проблема потому что игра стала как по мне сложнее сложнее набрать party сложнее ну вот такие моменты как не то чтобы игровые боссы скажем так мини боссы такие как толпа такие как ворон такие как это они просто офигеть как сложные то есть в церкви мне повезло что ворон вылез на меня именно в церкви но не то чтобы повезло на меня до этого тоже вылазил в двух местах но его стабильным спауном стала именно церковь и так уж совпало что там рядом можно вырастить статуэтку которая тебя сохраняет и восстанавливать все конечности потому что без этого сражаться с вороном было бы бесполезно не что бесполезно но это было бы очень энергозатратно она и так энергозатратно я сам себя повторяю так вот все вот эти мини боссы они крайне выматывающие то есть даже у меня под конец игры было уже довольно хорошее снаряжение то есть хорошая броня хорошее оружие и все равно все остается чертовски трудно то есть какого-то изи файта нету до в обычных мобов можно там потихонечку выносить там как я пошел в канализацию перекосил этот бомжатник с этим проблемам не не возникло но та же самая толпа почему я не хочу загружать сейф с полной с полной пати потому что мне опять придется драться с толпой и ну блин это опять будет 3-4 загрузки пока ты добежишь пока ты сделаешь пока закупишься зельками вот что раздражает короче вот это вот самый главный минус что первой игры что второй это сохранение просто во второй части ситуацию с сохранениями довели до какого-то абсурда вот и дело не в том что приходится обратно файтиться с кем-то а ты например загружаешься и тебе нужно одного персонажа накормить другого персонажа напоить опять зайти в магазинчик опять скупиться опять пойти по пути убить два-три маленьких моба что тоже на удачу маленький шанс но все-таки есть шанс что они тебе что-то сделают отравят там в лицо перданут руку откусят или что-то такое и потом ты в конце концов приходишь на тот файт который тебе нужен с каким-то мини-боссом и вот там тоже полнейший рандом и вот так вот перезагружаешься три-четыре раза и каждый раз вот эта рутина покормить напоить дойти посражаться по пути зайти в магазинчик по накормить напоить его я же говорю на это очень сильно энергозатратное время затратно то есть почему у меня уходит столько времени на записи игры и почему игра выходит не так часто как многим хотелось бы именно поэтому она выматывает она очень сильно выматывает я в это как раз не тот случай если бы я играл бы один я играл бы по-другому нет 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 ребят я ничего не делаю за кадром из нового за кадром я оставляю вот эту всю беготню загрузки перезагрузки загрузки перезагрузки часть из этого вы видите но большую часть того что я набегиваю вот этот километраж который наматываю этого не видите а меня мне она потихонечку оседает и я вижу тот пласт куда мы сейчас пришли наверху вот это вот школа вот это все но опять же есть такие мобы как вот эти вот священники ну блин ну это же просто отвратительно ну просто он берет и первым же ходом кого-то ослепляет бам вот все живи с этим или ты его ваншотышь или он кого-то тебе ослепит ну блин ну так же нельзя те же самые бобби это отвратительный по это отвратительный моб единственное что вот за счет переговоров удается задурить ему голову и потом его ваншотнуть это рандом во время боя он может перестать крутить голову может и не перестать крутить головой короче дичайший рандом дичайшая случайность просто отвратительное положение сохранений смотрите у нас есть недопройденная первая часть я к ней вернусь я до пройду это третье прохождение за мага за некроманта я его закончу она не брошена там просто просто большой перерыв насчет второй части вот эта серия это официальный конец первого прохождения такой как он есть если вы помните как и было первое прохождение в первой игре мы там просто типа свалили она была без босса без ничего здесь я уже говорю к своих сегодняшнему дню я уже проанализировал многие вещи которые я бы сделал по-другому который я сделаю по-другому также я наверное следующий раз возьму другого персонажа потому что я не увидел каких-то ну я же говорю вступление было обалденно и классно то что мы с собой таскали голову назра это было интересно потому что чувак тот еще матерщинники и пофигист но каких-то прямых плюсов в том что я желтый маг я пока что как-то не увидел что ли изначально нужно было выбирать поклонение сильвиан укреплять себя сильвиан нужно было правильно ну мелками рисовать правильные фигурки нужно было сделать много чего опять же говорю я вижу я вижу то где можно было лучше я понимаю что я еще много чего пустил но даже из того что я вижу можно сделать гораздо лучше но это нужно начинать игру заново поэтому это прохождение заканчивается и будет второе когда будет второе я не могу сейчас ничего сказать не могу ничего обещать я хочу просто отдохнуть от фиран хангер и от первого и от второго я хочу поиграть другие игры у меня уже накопилось целая куча проектов которые я хочу пощупать это все немножечко затягивается я не бросаю ни первую ни вторую игру первую мы до пройдем третье прохождение во второй будет второе прохождение ждите ребят я практически верю что она будет в этом году точнее не могу сказать извините потому что расписание очень нестабильные вот возможно кстати я не хочу никого кормить пустыми обещаниями но вы мне сколько раз там твердили когда будет стримчик когда будет стримчик возможно мы второе прохождение запилим именно в виде стримчика тогда вы будете мучиться вместе со мной просто я вырезаю большую часть побегушек и загрузок и всякое такое вот вам будет стримчик на там на 3 на 4 часа вы будете вместе со мной по третьему по четвертому кругу смотреть как я пробегаю одно и то же место по какой-то дикой случайности с одной стороны с другой стороны вы мне можете помочь каким-то хорошим советом все все я наверное выговорился вот тем кто дождался до этой минуты тех кто просидел весь час тут со мной во первых спасибо во вторых пишите коменты я даже когда я не всегда внимательно читаю потом мне находится время перечитываю коменты за подряд за 2 за 3 серии стараюсь учитывать то что мне говорят все мы несовершенны так вот пишите что вы думаете и пишите сразу идеи насчет второго прохождения вот это будет сейчас нашей основной темой пишите насчет второго прохождения как что какие советы где что лучше сделать кроме всего то что вы уже написали естественно это потом перед вторым прохождением еще раз перечитаю передумаю вот пока что все ребятушки объявляется отпуск от ферранхангер всем спасибо что были с нами всем удачи добра-побра всем молодушек и всем пакета и но и и и а